Разделочные доски, лампы, серьги и предметы интерьера. Все эти яркие изделия стали продолжением жизни сломанных роликовых досок. Необычное творение делает самарская компания «Возрождённые скейтборды». Её основал Артём Шитков. «Я всегда катался на скейте, и я хотел, чтобы это было моим образом жизни. Становиться профессиональным скейтером уже было поздно, и я всегда любил работать руками». Артём начал со своих десяти сломанных досок. Сначала делал кольца, постепенно овладевал новыми навыками, изучая продукцию западных коллег. Также смотрел обучающее видео в интернате. Скейтборды делают из семи или девяти слоёв дерева. Обычно используют ценный и прочный канадский дуб. Производители окрашивают слои шпона в разные цвета. Именно поэтому у изделий Артёма такой характерный дизайн. У молодого мастера есть помощник. «Мы все катаемся, и для нас делать изделия из скейтбордов – это больше как продолжение твоего увлечения. Вот ты катаешься на скейтборде, и вот это является продолжением твоего увлечения, твоего интереса, твоего хобби, и как бы превращается в другую ветвь». Артём думал, что покупателями его изделий станут заядлые скейтбордисты и сноубордисты. «Как оказалось, основной наш клиент – это обычные люди, которые не относятся к скейту, и для них интересен сам факт вот этой переработки, то, что вот, как я уже говорил, что из мусора получаются такие уникальные вещи». Изделия из сломанных скейтбордов продаёт московский магазин, который специализируется на товарах из вторсырья. «Артём мне очень понравился своими работами. Безусловно, это искусство, то, что он делает. Это очень стильно, это очень красиво. Затем, когда я познакомилась вживую с его продукцией, я поняла, что это ещё и очень качественно, функционально». При интенсивном использовании скейтборды служат недели две или месяц. Артёму присылают сломанные доски со всей России. Он подарил вторую жизнь уже 170 скейтам. И ещё около 250 ждут обработки. Изделия из скейтбордов стоят от 300 до 5000 рублей.